МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Организацию дежурств городских служб в предстоящие новогодние праздники обсудили на еженедельном рабочем совещании в администрации Самары. Главы районов, руководители департаментов и муниципальных предприятий доложили о распределении обязанностей между сотрудниками. Глава Самары Елена Лапушкина поручила быть готовыми к усиленной работе, особенно по уборке снега, и подготовить дополнительные бригады дворников и технику. В Самаре остановили движение судов на воздушной подушке до Рождественной. Это связано со вскрытием ледового покрова на Волге. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия. В музее галереи «Заварка» открылась выставка скульптур «Человек и дерево». Автор работ – мастер декоративно-прикладного искусства Сергей Ключников. Его знаменитые работы уже полюбились жителям и гостям города. Их можно увидеть на территории Струковского сада, в парках «Дружба», «Гагарина» и «Победы». Выставка будет работать до 1 марта. Подробности в программе события на телеканале «Самары ГИС». В Самарской области действует желтый уровень опасности. Областное управление МЧС напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения. Водителям необходимо избегать внезапных маневров, обгонов, перестроений, опережений и соблюдать безопасную дистанцию на дорогах. В среду 27 декабря в Самарской области изменят расписание электричек. Как уточнили в пригородной пассажирской компании, это связано с проведением ремонтных работ. Отменят поезда «Жигулевское море» «Самара» отправление 8.05, «Самара-Тольятти» отправление 8.10 и некоторые другие следить за расписанием. Каждый второй работник в России старается всегда посещать новогодние корпоративы. Соответствующий опрос провела платформа онлайн-рекрутинга. 17% россиян ходят на праздник не всегда, в зависимости от настроения. 13% — в зависимости от компании-работодателя. 6% — в зависимости от текущих отношений с коллективом. 46% опрошенных считают, что новогодний корпоратив — хорошая возможность построить неформальные отношения с коллегами и пообщаться. 21% опрошенных используют праздник, чтобы проникнуться корпоративным духом компании. 20% считают, что корпоративы помогают развеяться и отключиться от рабочих задач. Стало известно, что россияне планируют успеть до Нового года. И этот опрос провел сервис по поиску выскооплачиваемой работы. Главное, в предновогодние дни покупка подарков и ремонт. Так ответили 10,8% соответственно. 6% респондентов хотят успеть украсить дом. Каждому 20-му необходимо сделать уборку. 3% ответивших просто хотели бы провести предновогодние дни с семьей. При этом мужчины чаще настроены отдохнуть перед праздниками, чем женщины. В океане впервые обнаружили окаменевший зуб гигантской вымершей акулы. Он торчал вертикально в песке. Его нашли во время исследования подводным роботом морского дна в Тихом океане в 350 километрах от побережья Атолла Джонстон. Он сохранился в хорошем состоянии, потому что лежал в той части дна, над которым находятся сильные течения, предотвращающие накопление, отложение и стирание осадками. Редактор субтитров А.Семкин